Сейчас с нами на связи Леонид Гозман, российский оппозиционный политик. И добавлю, что единственный иностранный агент, которых сейчас в России много среди российских граждан, который вернулся в Российскую Федерацию с момента начала войны. Леонид Яковлевич, здравствуйте, мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Леонид Яковлевич, ну давайте как раз и начнем с вашего статуса иноагента. Людей, которые получили организации, которые получили статус иноагента в Российской Федерации, огромное количество просто СМИ, обычные частные граждане, которые выступают против убийственной политики Владимира Путина, главы Кремля, собственно, очень много, по сути дела. Как вам живется со статусом иноагента в Российской Федерации? Ну, во-первых, нас не так много. Я в списке 110-й, после этого еще человек, наверное, 15-й добавился. Так что нас не так много. Большая часть за границей, только не больше десятка живет здесь, я вам все это не вернул сейчас. Моя жизнь от этого, ну как бы сказать, значит, этот статус налагает массу ограничений и дает дополнительные обязанности. Ты что-то не имеешь права делать, ты там не можешь делать того-сего, пятого-десятого. Кроме того, ты обязан писать какие-то идиотские совершенно отчеты. Ну, в общем, масса всего хлопотных всяких есть, естественно. Я, разумеется, подал в суд. Сейчас будет суд. Конечно, мы его проиграем. Но все равно я же таким образом просто демонстрирую, что я не согласен, что я их право не делал, потому что они делают. Моё самоощущение от этого не изменилось, потому что, ну как, я их давно не люблю, они меня давно не любят. Ну, ну что, сейчас они мне решили желтую звезду. Ну, хорошо, я буду ходить с желтой звездой. Но это, в общем, ничего не меняет, по сути. Это, конечно, рискованная ситуация, потому что, ну как, знаете, шутка вообще, это самое, иноагентная, абсолютно неправовая какая-то фигня. Ну вот, и это, на самом деле, маркеры врагов народа. Ну, хорошо, значит, с врагами народа известно, как поступали в нашей стране. Поэтому, да, это рискованная вещь. Ну, что это все. Как жизнь сложилась, времена не выбирают. Маркер, не маркер, желтая звезда кому-то дают по 10 лет, кому-то дают по 15 лет, по соответствующей статье, скажем так, да, за дискредитацию российской армии. Так она звучит, если мне не изменяет моя память, скажем так. И люди, извините за грубость, но сидят, отсиживают свои сроки, получают их, ездят на суды и многое-многое другое. И складываются впечатления, по крайней мере, в Украине, да, что нет массовых выходов на болотную, как это было 10 лет тому назад. Когда миллионы просто россиян выходили, ну, сотни тысяч, давайте так, не хочу сказать миллионы, сотни тысяч, так точно. В феврале, в декабре 2011-2012 года. Ну, почему-то сейчас вот такие задержания и абсолютно липовые дела, которые так называемые суды российские шьют россиянам, они не вызывают определенного такого, не знаю, даже какой-то волны, что ли, негодования у массы россиян. Не определенного количества тысяч там, а у миллионов. Ну, в России проживает, ну, извините меня, больше 100 миллионов человек, и почему-то у большинства из них не возникает вот такого какого-то непонимания, что-то не так происходит. Скажите, пожалуйста, а когда у вас имперским наместником в Киеве сидел Таис Щербицкий, и когда тоже выносили массу неправовых решений там и так далее, у вас много народу протестовало? Так, миллионы выходили или как? Или два-три героя на всю Украину, как и у нас? А? Много выходило? Ну, я думаю, это и риторический вопрос. Ну, а что же вы на него не отвечаете? На риторический-то, да? Вот. У вас не выходили, у нас не выходят, потому что люди выходят тогда, когда есть шанс. Да есть шанс на успех. Вот. Когда у нас рушилась коммунистическая диктатура, то у нас были миллионные митинги. Миллионные. В Москве, в Питере и так далее. Когда ДКЧП попытался повернуть все назад, 100 тысяч человек закрыли своими телами Белый дом наш, где была резиденция Ерцина. Я счастлив, что мне довелось тоже быть там. Это мы предотвратили коммунистический реваж. В 2011-2012 году было ощущение, что мы сейчас победим. Это ощущение было. Это ощущение было у вас во время оранжевой революции, во время революции достоинства, да? Это ощущение было у белорусов, когда они пытались сковырнуть своего этого самого начальника, да? Люди участвуют тогда, когда им кажется, что победа возможна. Когда им кажется, что победа невозможна, правильно кажется, неправильно кажется, вот, они этого не делают. Поэтому у вас не бунтовали против Щербинского, вот, а у нас сейчас мало кто бунтует против нашей нынешней власти. Потому что люди понимают, что эта власть слишком сильна, и сбросить ее таким образом не удаваться. В то же время героическое поведение, героические поступки есть, и они никогда не делятся. У нас каждый день, каждый день выходят люди, каждый день они протестуют их, каждый день арестовывают, выходят новые, да? Вы сами только что рассказывали про инсталляцию в Цинбурге и так далее, да? У нас суды завалены соответствующими делами, там, СИЗО, всякие прочие, тоже переполнены. У нас люди протестуют. Но это не массовый протест, потому что протестуют герои. А героев немного, всегда. У вас немного, у нас немного. Скажем так, чтобы это не сложилась картинка, будто я пытаюсь россиян, который как раз выходит на улицу каким-то образом унизить, ни в коем случае. Да, я пытаюсь, наверное, понять человека, который не согласен с кремлевской властью, мягко говоря, который не согласен с тем, чтобы его государство оккупировало, пыталось оккупировать другое, вело убийственную войну, уничтожало сотни тысяч мирных жителей, уничтожало города другого государства. Ни в коем случае. И сейчас россияне, которые не согласны с политикой Владимира Путина, мягко скажем так, они находятся между несколькими огнями. Между огнем, где есть мент, который готов тебя под белые рученьки отвезти в автозак, скажем так. Если, не дай бог, ты скажешь хоть одно кривое слово по отношению к Владимиру Путину. С другой стороны, да, есть там недовольство у украинцев, которые говорят о том, что, ну, вы могли бы сделать больше. И сейчас, по сути дела, вот наша тема, она называется «Россияне против войны». У вас есть, ну, как это правильно сказать, памятка, наверное, список дел. Что должен делать россиянин, который не согласен, как ему себя вести, который находится между молотом и наковальней, по сути дела? Вы знаете, у меня нет такой памятки, и я никому не даю совет. Знаете, я не считаю возможным кому-то давать совет в этой ситуации. Я считаю возможным мне самому действовать так, как мне велит совесть, долг, представление о собственном достоинстве и так далее. Вот, исходя из этого, мы с женой решили не оставаться в Европе, а вернуться сюда, как, собственно говоря, и планировали, когда не так давно отсюда выезжали. Да, никому другому я таких советов давать не могу, поскольку не могу требовать от человека или, там, рекомендовать человеку рисковать. Рисковать можно только самому. Но мне кажется, что сегодня для, если вы понимаете, вот мои сограждане сегодня остановить то, что происходит на нашей земле, то, что делается именем нашей страны, они этого остановить не могут. Вот, надо понимать, что остановить это мы не способны. Вот, вот, не способны мы остановить, как в свое время советские граждане не способны были остановить войну в Афганистерах. Вот, мы никак не могли этого сделать, да, хотя очень многие понимали, что это война преступная, ужасная и так далее, да. Вот, поэтому мне кажется, что, значит, мы должны отвечать прежде всего перед своей совестью, да, своей, а не кого-либо еще. Вот, и в этом смысле самое важное – это сохранение еще собственного достоинства. Самое важное – это, ну, вести себя так, как ты считаешь, как ты считаешь нужным и возможным для себя, для своей семьи, там, и так далее. И далеко не все, конечно, могут, из тех, кто против происходящего, далеко не все могут себе позволить по разным причинам, по семейным, по обстоятельствам здоровья, по обстоятельствам чего угодно, ну, вот, могут себе позволить открытые выступления. Но что может и обязан делать каждый, мне кажется, это сохранить именно то, что Виктор Франко, выдающийся австрийский психотерапевт, называл последней свободой. Он говорит, что даже в лагере, в тюрьме есть последняя свобода – свобода отношения к происходящим. Вот, ты должен сохранить эту свободу, ты не должен поддаваться, ты должен видеть реальность той, которая она есть. Ты не должен видеть преступление преступлением, ты должен видеть кошмар кошмаром. Ну вот, и ты не должен верить тем, кто пытается его хоть как-то оправдать. Вот, мне кажется, что это очень важная такая внутренняя работа, которая не обязательно видна на площадях. А те, кто выходят, те, кто говорят, ну, это герои, да. Леонид Дяковлевич, как вы считаете, проблема есть ли то, что отсутствует, ну, скажем так, единый логистический центр, единый лидер оппозиционный? Один из них – это Алексей Навальный, который сейчас в тюрьме, незаконно находится абсолютно, скажем, по придуманным абсолютно обвинениям, которые ему навязала российский так называемый суд, а по факту судилище. Нету лидера одного оппозиционера, который, ну, скажем так, единый голос всех, и одного логистического центра. Но в то же время есть огромное количество организаций и людей, вы, Марк Захарович Фейгин, еще наш постоянный гость, да, Ренат Давлитгильдеев и многие-многие другие, которые выступают против путинской власти. Но вот единого какого-то центра человека нет. Ну, нет, и что? И хорошо, что нет. И не надо. О чем будет лучше, если он будет? Скажите, пожалуйста. Ну, его прихлопнут, и все дела. Вот, не надо никакое, даже сетевые отношения. И главное все-таки это то, что делает сам человек, сам для себя. Понимаете, я участвовал в разнообразных акциях. Я никогда не участвовал в них, потому что меня к этому кто-то призывал. Я только сам себя к этому призывал. В последний раз я был в пикете, где было написано «Нет войне. Путина в отставку». Это было уже после 24 февраля. Вот, меня никто к этому не призывал, я это делал сам. И остальные люди, вот, две замечательные девчонки, которые встали перед зданием Министерства иностранных дел в белых платьях, облитых красным. Вот, и с идеей, с слоганом «Мы никогда не отмоемся от крови». Их никто не призывал. Их никто не призывал. Они это сделали сами. Да, я восхищен ими, в том числе и тем, что они сказали не «ОНИ не отмоются от крови», имея в виду тех, кто действительно все это начал и все это ведет. Они сказали «Мы не отмоемся от крови». Они не принимали никаких мишеней, но они, как граждане страны, чувствуют ответственность за происходящее. Пока у нас есть такие граждане, у нашей страны есть шанс как-то возродиться, несмотря ни на что.